Итак, продолжаем расклад на январь 2019 года. И сейчас мы посмотрим, что ожидает близнецов. Вытаскиваем мы по три карты, как правило, и смотрим картину. Ну, что я могу сказать? Говорить можно много, но у близнецов закончится какой-то период. Будем смотреть на карты позитивно, потому что наградить можно при желании чего угодно, что делают другие торологи порой. Но, значит, смотрите, у близнецов заканчивается какой-то период. Возможно, что-то отойдет от вас, может, что-то плохое, может, будет болезненный разрыв какой-то. Но забегая вперед, я хочу сказать, что это пойдет на пользу. Да, возможно, будет неприятная ситуация, потому что будет страх, будет непонимание, будет паника какая-то. Но это все придет к лучшему. Это принесет удовлетворение. Вот на самом деле горизонты. То есть откроется столько возможностей, столько... В итоге придет наполненность такая. В общем-то, не бойтесь. Если что-то в январе будет то, что будет вас пугать, то, что будет причинять какие-то страдания душевные, возможно, даже материальные, это может в любом отношении как бы выражаться, ну, проявляться по-разному, то паниковать не стоит. Надо подождать, когда будет все хорошо. А хорошо будет, будет хорошо, потому что... Вот покажу, что ожидает нас после этого. Это десятка кубков, то есть вот стоят мужчины с женщиной, да. Вдалеке мы видим играющих подростков там. То есть горизонт, небо чистое, ничего не омрачает. Наполненные кубки, вот они. Тут и вода, и солнце, и зелень. То есть, ну, карты... Я повторю еще раз. Второй – это карты говорящие. То есть по картинкам тоже мы смотрим, потому что картинки второго очень говорящие. Здесь, ну, не зря это древние карты, и по ним можно интерпретировать вот очень многие сферы. Вот, тут не бойтесь. И в итоге, в итоге, паш Пентакли нам выпадает. Это деньги, это уверенность, это твердое стояние на ногах, это, в общем-то... В общем-то, я хочу сказать, расклад для близнецов замечательный. Конечно, начало месяца, возможно, первый тригун месяца омрачит какое-то событие. Вот, то есть, либо у вас могут морально какие-то рамки сломаться, выйти за рамки, да, что причинит какой-то дискомфорт такой моральный, может быть. Не обязательно это как-то... Мысленный, я имею в виду, не обязательно это как-то что-то произойдет, какие-то изменения, далеко ходить не будем. Ну, не обязательно это должно быть расставание, либо там и так далее. Но у многих близнецов изменится именно что-то в плане... В плане, возможно, жилья, в плане отношений, в плане надежд. Что-то рухнет, что-то рухнет. Но не бойтесь этих перемен. Самое важное, что для вас нужно понимать, что бояться этого не надо. Хотя волнение, потрясение вы при этом будете испытывать, возможно, да, но главное понимать, что дальше все будет. Это только к лучшему. В общем, можно интерпретировать так. Несмотря на то, что эти перемены будут болезненными, то есть прочувствовать именно, когда перемены... Будет сложно это принять, воспринять и так далее, и тому подобное. Несмотря на то, что они будут болезненными, это к лучшему. Все будет хорошо. Близнецы, я вам желаю прекрасного января 2019 года, первый месяц, чтобы у вас все было хорошо. Не бойтесь перемен. Уж близнецы не тот знак, который боится. Он очень живой, подвижный. Поэтому, ребята, еще раз с Новым годом, с первым месяцем Нового года и всего хорошего!